Ну что, не ждали? Ты что, Семён? Конечно, ждали! А разве неделя уже прошла? Ровно неделя! Надо же! А я так увлёкся последними событиями, что и не заметил, как она пролетела! Ты, наверное, имеешь в виду турнир по игре Killer Instinct? Конечно! Но об этом репортаж в конце программы! А сейчас новые игры! I love you and it feels so good! Вот и зима закончилась! Ну а чем плохо? Близится лето и школьные каникулы! Понимаешь, я очень люблю играть в хоккей! А как в него играть лето? Ну, поиграй в хоккей на траве! Что? Чтоб я, большой спортсмен, променял лёд и клюшку на какой-то там мячик? Никогда! Тогда у меня есть для тебя сюрприз! Какой? Имитатор ледовых сражений, картридж с игрой NHL-96! Так что ж ты тянешь? Давай поиграем! Да ещё как поиграем! Я думаю, нам не стоит начинать с тобой новый сезон или серию игр плей-офф! Сыграем обычную товарищескую встречу, как у нас с тобой уже повелось! Ничего не имею против! За кого ты будешь играть? За Питтсбург Пингвинс! А ты? Тогда я сыграю за Детройт! Между прочим, я намерен у тебя выиграть! Если не рассчитываешь выиграть, то даже не стоит прикасаться к джойстику! Я просто уверен, что возьму реванш за проигрыш в футбол! Ну, это мы ещё посмотрим! Видел эмблему в центральном круге? Мы играем на моём поле, а это хороший признак! Главное хорошо играть, а на каком поле не имеет значения! А вот эта атака только проба крепости твоего вратаря! Ура! Пока ты берёшь пробы, я забиваю голы! Какая комбинация! Пас на пятачок и удар в одно касание! Хрюши пятачок! Рано себя хвалишь, пока только один ноль! Ух ты! А вот такого я даже не ожидал! Гол с середины поля! На какой свалке ты отыскал своего вратаря? Рано радуешься! Ещё только начало игры, я даю тебе фору! Мой вратарь получил указание подыграть в начале матча новичкам из Red Wings для зрелищности! А вот сейчас мы приступим к активным действиям! Повезло тебе, что закончился период! Это был выход один на один! Я же говорил, мы играем на моём поле, и мне должно вести! Ничего, второй период станет переломным! Даже и не надеюсь! Кстати, ну а как тебе сама игра? Отвлекаешь? Знаешь, я просто в восторге! Всё так реально, что от экрана телевизора, кажется, веет холодом ледяного поля! Что-то ты стал слишком настойчиво наседать на мои ворота! А ты что думаешь, что всё будет так просто, как в первом периоде? Нет! И переиграем в полную силу! Ну-ка, попробуем свои силы в рукопашную! Конечно! Если не умеешь играть в хоккей, остаётся только махать кулаками! Мне кажется, забываешь, что счёт 2-0 в мою пользу! Что ж, хотя эта победа не повлияет на исход встречи, а всё равно приятно! Несправедливо, что вместе с твоим удалили моего игрока! Это ты затеял драку! Нет! Это ты сбил моего хоккеиста! Ну и что? Такое случается сплошь и рядом! Ну да ладно! Главное то, что в третьем периоде тебе уже не дождаться пощады! Ну что я говорил! Прекрасный пример индивидуального мастерства! Выход один на один и гол! Такое стоит посмотреть ещё раз! Не буду отрицать! Получилось неплохо! Но бывает и лучше! Сейчас я тебе покажу, что такое большой хоккей! А вот так наказываются вратари-ротозеи, которые раздают шайбы соперникам! Трепещи! Видишь? Игра пошла в гору! Ага! К концу матча! А что касается вратарей, ты будешь лучше помолчал! Твоего уникума тяжело переплюнуть! Хотя что с него взять? Пингвин? Он и есть пингвин! Ничего себе! Может быть! Это даже не пингвин, а настоящая мышь Сони! Я такое вижу впервые! Уволен! Всё! Без выходного пособия! Портит мне всю игру предатель! Дырка, а не вратарь! Как я вижу, встань врага паника! Сдавайся, пока не поздно! А то ещё забью! Пингвины не сдаются! Ещё есть время, игра не окончена! Ты имеешь в виду, что ещё есть время забить пару-тройку голов в твои ворота? Как бы не так! Нет, так нельзя играть! Это переходят всякие границы! Да! Вон у тебя не дырка, а настоящее дупло! Ну а вот и конец матча! 4-2! Реванш взят! Ну что, поздравляю! Ну что, Семён, ты ничего себе не сломал на этот раз? Мог и шею сломать! Так грубо играли твои игроки! Им не в хоккей играть, а сваи заколачивать! В хоккей играют настоящие мужчины! Трус не играет в хоккей! I love you and it feels so good! Андрей, ты знаешь, куда обычно едут все крутые парни? Вероятно, в Голливуд! Верно! И герой нашей очередной игры, Крутой Спот, не стал исключением! Он тоже едет в Голливуд! Чтобы стать звездой? Нет! За новыми приключениями! Значит, Крутой Спот... Едет в Голливуд! Если Спот ожидал от поездки в Голливуд необычайных приключений, то он получил их в избытке! Каждый уровень игры — это настоящий экзамен на крутость нашего героя! Чтобы успешно сдать его, Спот должен собрать необходимое количество красных таблеток, своеобразных эталонов крутости! Обычно это 60% от всех имеющихся на уровне! Создатели игры постарались максимально усложнить эту задачу! Столько врагов вокруг, а на уме у них только одно — помериться силой! Удалось победить, и вдруг неожиданная награда! Поверженный враг обернулся так нужной нам таблеткой! Конечно, некоторые из них просто лежат на пути и так и просят, чтобы их подобрали! Но большая часть тщательно спрятана в труднодоступных местах, а иногда даже за секретными дверями! Кстати, о секретах! Многие двери откроются только в том случае, если Спот встанет на определенное место или передвинет на него какой-нибудь груз. Подобных задач в игре очень много. Одни из них проще, другие сложнее, так что будет над чем подумать! Надо сказать, игра получилась просто отличная! Интересная задумка, хорошая графика и музыка — все это слагаемые настоящего успеха! Я уверен, приключения Спота никого не оставят равнодушными! Где бы взять себе такие же кроссовки? Смотрят-то обалденно! А вот и зеленый ключ! Это очень важная находка! Теперь Спот может пройти за одну из запертых дверей с замком того же цвета! Остерегайтесь луж зеленой жидкостью! Что это такое, сказать трудно! Но Споту она явно не по вкусу! Сейчас перед вами босс одного из уровней! Сам по себе он не представляет большой опасности! Живучи только не в меру! Поэтому стрелять в него нужно постоянно! При этом не забывая уворачиваться от падающих шаров! Кажется, ему не поздоровилось! Задымился мерзавец! Хотя какой дым может быть под водой? Но это не относится к делу! Босс побежден! Уровень очищен! И наш герой выдержал очередной экзамен на крутость! Будьте осторожны, искатели приключений! И вообще все желающие стать звездой! Выжить в Голливуде могут только такие крутые, как наш Спот! Журнал «Дэнди. Новая реальность» путеводитель по играм! Это как большая энциклопедия, где важен каждый том! Ведь ты не знаешь, какой картридж ты купишь завтра! Четыре тома у меня уже есть! I love you and it feels so good! Ну а теперь они маньяки! Какие такие маньяки? А они маньяки! Это название игры! Вообще-то они не совсем маньяки, хотя и мульти! Ну, Семен, ты совсем меня запутал! На самом деле все очень просто, ты сейчас сам в этом убедишься! Действие этой игры происходит в съемочных павильонах киностудии «Уорнер Бразес». Итак, наших героев ожидают самые невероятные киноприключения, нашпигованные всякими трудностями и логическими загадками. Ну а что же сможет помочь преодолеть им все препятствия? Во-первых, это ловкость ваших рук, а во-вторых, острота ума и интуиция настоящего кинорежиссера. Очень часто только совместные действия всей команды героев могут привести к успеху, потому что у каждого из них есть свои уникальные возможности, способные решить ту или иную задачу. Помимо решения различных загадок, вам придется остерегаться агрессивных представителей местной кинофауны, не желающих пропускать вас через свои владения. Бьюсь об заклад, что в этом павильоне снимают фильмы вестерны, а это зеленое здание, наверное, салун. Зайдем, пропустим по стаканчику. Зайдешь тут, когда такой босс охраняет эту территорию. Положись на меня, используя самого сильного из наших героев, мы легко справимся с ним. Главное, постоянно атаковать. А вот тут нам придется проявить сноровку настоящего ковбоя. Ох, смотри-ка, опять этот противный толстяк. Как бороться с ним теперь? Нет ничего проще. На рычаге лежит железный шар, а один из наших героев легко обращается с большим деревянным молотком. Ответ напрашивается сам собой. Нужно только успевать уворачиваться от падающих бомб. Не ожидал, что мне будет так интересно. А если вам тоже понравилось, покупайте картридж с этой игрой в фирменных магазинах Дэнди. Знаешь, Андрей, я все-таки решил уехать в Голливуд. На студию Warner Brothers? Нет, 20-й век, Фокс. Теперь я решил вести здоровый образ жизни. Каждое утро бегают русцой, а маршрут моих пробежек лежит через фирменные магазины Дэнди. Красная Пресня 34, Петровка 12 и переход метро Театральная ГУМ. Как-то раз погожим летним деньком решили Микки и Минни, знаменитая Читамауса, скоротать время в цирке Шапито, встретиться там со своими друзьями Дональдом, Плута и Гуфи. Но никто и не ожидал, что это невинное желание приведет к необыкновенному приключению. А что это за приключение? Вы сейчас увидите сами. Как вы уже, наверное, догадались из названия, нашим героям предстоит разгадать тайну цирка Шапито, все актеры которого были заменены на злобных и агрессивных созданий. На первом уровне игры Микки с помощью своего старого друга Дональда выясняет, что эта ужасная метаморфоза произошла не без участия некой страшной злой воли, путь к источнику которой лежит через множество заколдованных областей. При вступлении в каждую новую область Микки получает соответствующий костюм, используя возможности которого ему предстоит преодолевать все возникающие препятствия. Сейчас мы с Андреем проходим вторую область игры — джунгли. А на Микки одет костюм для сафари, позволяющий ему цепляться за сучья деревьев, свисающие с них лианы, подниматься по отвесным плоскостям. А вот эта черепаха, сперекошенная от гнева физиономией, один из боссов области. Тактика борьбы с ней проста. Нужно прыгать ей на голову и уворачиваться от ее ответных прыжков, а также от потоков разбрызгиваемой воды. Мы вышли победителями из этой схватки, но в конце уровня нас ожидает еще одна с гораздо более сильным противником. Это огромная обезьяна, охраняющая выход из джунглей. Тактика остается прежней. Немного терпения, тренировки, и этот орешек окажется по зубам. После победы над главным боссом область успешно окончена, и мы выходим к следующей. В начале этой области Микки встречает Плута, а потом получает костюм ковбоя, надев который, он сможет стрелять по противникам. Если вам стало интересно, попробуйте поиграть сами и разгадать загадочную тайну цирка Шапито. Ну как, понравилось? Понравилось. Разве такая игра может не понравиться? Вы спросите, где купить картридж? А мы ответим в фирменных магазинах Дэнди. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов, настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо — это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране совершенная игровая система. Супер Нинтендо. Если вы регулярно смотрите нашу передачу, то, наверное, знаете о том, что фирма Дэнди проводит открытый чемпионат по игре «Киллер Инстинкт». А сегодня мы представляем вашему вниманию репортаж о предварительных играх этого турнира. Дорогие цветы. Вначале немного статистики. Для участия в чемпионате зарегистрировалось 2208 человек. Эта цифра говорит сама за себя и не требует комментариев. Зато стоит особо отметить возрастной цен участников. Самому младшему из них едва исполнилось 6 лет, а старшему перевалило за 40. Как и ожидалось, принять участие в турнире решила не только сильная половина видеолюбителей. На состязание прибыло несколько девочек. Но, к сожалению, ни одна из них так и не вышла в следующий круг. Правда, несмотря на это, судейская бригада особо отметила одну из них. Девочка Диана, отчаянно сражавшаяся за би Орхит, по праву могла бы оказаться среди финалистов. Но турнирное счастье не улыбнулось ей в этот день. Отборочные соревнования проводятся по кубковой системе. Для этого задействованы 4 игровых автомата, расположенных в магазине Дэнди на красной пресне. Самым популярным персонажем «Киллер инстинкт» стал Синдер. Желающих сражаться за огненного преступника оказалось 448 человек. Вторым по популярности среди любителей видеоигр стал скелет Спайнл. Биться за него выразили желание 384 человека. Третьим стал Ниндзя Яго. За него записалось 224 человека. Соответственно, 4, 5, 6 и 7 места поделили Ти Джей Комбо, Би Орхит, Сабер Вульф и Фулгар. Ну а замкнули таблицу популярности Глациус, Шеф Тандер и динозавр Риптер. Соревнования начинаются ежедневно в 8.30 утра и заканчиваются в 19.30 вечера. Напряжение поединков велико, но в чести играющих с судьями был зарегистрирован лишь один случай нервного срыла. Один малыш, очень неплохо игравший за Глациуса, потерпел досадное поражение и разрыдался. Общими усилиями его удалось успокоить. Ну а в конце нашего репортажа прогнозы. И это естественно, ведь ни один серьезный чемпионат не обходится без прогнозов. Итак, по мнению независимых наблюдателей, основная борьба в финале развернется между Сабер Бульфом, Би Орхит, Ти Джей Комбо и Глатулсом. Неплохие шансы также у Риптера и Шефа Тандера. С некоторой долей вероятности в борьбу за звание чемпиона смогут вмешаться Яго и Фулдер. Но это все же только прогнозы и судьба каждого участника в прямом смысле находится в его собственных руках. Ну а суперфинал чемпионата будет проведен 7 апреля. И в одной из наших следующих программ вы увидите подробный отчет о финальных боях. И мы наконец-то узнаем имя победителя. До скорой встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова